Протоколы подписаны, печати проставлены, время зафиксировано. Выборы 2021 официально состоялись. На итоговом заседании избирательной комиссии озвучили результаты работы избирательной кампании. Первый вопрос из повестки – информация о нарушениях и жалобах, поступивших в период подготовки и проведения выборов. В общей сложности отмечено 134 обращения. Все они были рассмотрены в соответствии с законом. В день голосования к нам поступило 42 обращения участников избирательного процесса, по которым было выявлено 5 нарушений законодательства о выборах. По выявленным фактам нарушения требований законодательства принято предусмотренные все законы, меры, в том числе в правоохранительные и иные органы направлено 36 представлений о пресечении противоправной деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности. В семи субъектах в этом году было доступно дистанционное электронное голосование. К уже знакомым с этой процедурой Москве, а также Курской, Нижегородской и Ярославской области добавились и дебютанты – Мурманская область и Севастополь. Эксперимент удался. В планах включить в этот список и другие регионы, в том числе и Ульяновскую область. Для этого нужно оценить и проанализировать результаты голосования, как с технической, технологической стороны, так и с иных сторон. Эксперимент проводился в этом году в семи субъектах Российской Федерации. Насколько я понимаю, насколько я знаю, он прошел успешно. И если будет решение использовать дистанционное электронное голосование на иных выборах или в иных субъектах, я думаю, что это вполне возможно. Финальная точка в подведении итогов будет поставлена в пятницу 24 сентября. Центральная избирательная комиссия определит общие результаты выборов депутатов Госдумы. Напомним, в Ульяновской области на должность депутата по 187 округу избран Владимир Кононов, по 188 – Владислав Третьяк. Пост главы региона займет Алексей Русских.